потрясающе всем привет друзья спасибо что смотрите наш канал подписывайтесь ставите лайки и пишите ваши комментарии в прошлый раз мы готовили морковный торт который вы можете посмотреть в подсказках по ссылке а сегодня мы будем готовить бисквитный рулет со сметанно-ягодным кремом я этот рецепт увидела на другом канале который будет также в описании по ссылке поэтому сегодня мы будем с вами его готовить и пробовать поэтому давайте посмотрим на ингредиенты для самого рулета для бисквита нам понадобится немного комнатной температуры воды мука сахар ванильный сахар разрыхлитель и 4 яйца они у меня комнатной температуры можно взять из холодильника далее для крема нужно жирная сметана я взяла 25 процентов дальше сахарная пудра и я взяла варенье вот такое но почти как джем можно так сказать она с ягодами клубничная можно взять любое другое варенье или джем и для пропитки лимонный сок немного воды и также сахарная пудра начинаем с вами готовить бисквит первое что мы с вами делаем это включаем плиту на 200 градусов разогреваться а теперь мы берем две емкости такие глубокие достаточно и наши яйца разбиваем сюда белки и желтки отдельно стараемся это делать аккуратно чтобы в белки в белки не вопал желток итак мы разделили белки желтками теперь берем сахар и чуть-чуть сахара сюда всыпаем половину где-то так остальная половина у нас для желтков будет и мы сейчас будем взбивать белки до таких устойчивых пиков посмотрите какая у нас получилась плотная пена вот даже прям не падает если даже тарелку вот так вот сделать то ничего никуда не отваливается значит это мы отставляем в сторону я взбивала около пяти минут в общем достаточно долго просто вот так отряхаем венчик и все и далее мы приступаем к желткам высыпаем туда оставшийся сахар и взбиваем их тоже до такой светлый светло-желтой пены вот у нас получилась такая светло-желтая нежного цвета масса я взбивала также достаточно долго теперь мы добавляем сюда ванильный сахар и и также еще немного взбиваем добавляем сюда постепенно воду далее мы берем муку высыпаем в просеиватель и туда же высыпаем разрыхлитель далее мы постепенно муку вводим я выключила миксер и просто теперь руками далее муку промешиваю и теперь мы берем лопатку силиконовую и постепенно вводим туда белки понемногу смотрите какое воздушное тесто получилось прям пористое далее мы с вами берем противень ну обычные такие у всех дома они одного формата я его застелила пергаментной бумагой чтобы нам потом дальше в работе было легко в общем работать и мы сюда выливаем наше тесто далее можно или силиконовой лопаткой вот так вот разровнять по всему диаметру ну либо можно каким-то шпателем я разровняла весь бисквит долго его нельзя держать в таком раскрытом виде поэтому надо его в духовку отправлять у меня уже духовка разогрелась до 200 градусов и выпекаться он будет примерно 8-10 минут поэтому надо постоянно поглядывать и зубочисткой проверять он очень быстро испечется так прошло 8 минут я его проверила зубочисткой и вынимаю потому что он уже сухой внутри берем наш бисквит вместе с бумагой и перекладываем на другую бумагу которую я уже постелила и теперь аккуратно отрываем очень хорошо отходит а теперь нам нужно его завернуть в рулет и прям мы берем и бумагу эту снизу заворачиваем чтобы ему придать такую форму а пока у нас бисквит принимает свою форму и остывает мы принимаемся крему берем сметану она у меня стояла в холодильнике чтобы она не растеклась вот она у меня очень такая густая перекладываю ее в миску поглубже чтобы удобнее было мешать и дальше мы будем смешивать ее с сахарной пудрой далее высыпаем сюда сахарную пудру и венчиком все это размешиваем дальше можно попробовать на сладость если не сладко то можно добавить еще сахарной пудры но так как у нас будет еще джим то возможно даже и не стоит я развернула бисквит он уже теплый даже вот здесь прям холодный уже остыл несмотря на то что мы его скручивали достаточно эластичный то есть нигде ничего не трескается мы его оставляем вот так крем у нас уже готов и теперь нам нужно сделать с вами пропитку если вы собираетесь кушать этот рулет сразу же вот после приготовления непосредственно то можно пропитку не греть если вы ну как говорится в том рецепте если вы собираетесь есть его допустим на следующий день то лучше пропитку прогреть на плите и соответственно мы сейчас будем это делать потому что мы собираемся кушать его завтра берем лимонный сок сахарную пудру и немного воды все это мы сейчас будем смешивать и нагревать на плите берем ковшик если вы собираетесь нагревать выливаем лимонную кислоту лимонный сок точнее далее воду и сахарную пудру все это мы перемешиваем и ставим плиту разогреваться доводим до кипячения пропитку я прокипятила она у меня уже остыла такая немного теплая и теперь мы наносим на бисквит так я пропитала бисквит теперь я беру наш крем сметанный и по поверхности и все это распределяю по поверхности я все разровняла по краям но здесь вот оставила место чуть-чуть чтобы крем туда особо не вытекал при заворачивании теперь я беру джем ну варенье и наливаем вот так вот такую полоску у края далее мы все это заворачиваем все ягоды у нас получилось вот такие два рулета потому что я его разрезала напополам так как случилась такая штука что он потек из-за того что я положила варенье в общем варенье класть нельзя я об этом напишу ну соответственно в том видео девушка как раз кладет джем но у меня не было джема я решила проверить варенье ну вот в итоге вот так поэтому кладем джем и я бы все-таки положила чуть меньше сметаны потому что сметана также достаточно такой очень большой слой получился и мне кажется что здесь достаточно где-то 315 грамм то есть это банка сметаны теперь я эти рулетики буду украшать для этого я буду использовать темный шоколад и белый шоколад я сейчас их растоплю на водяной бане по плитке и буду наносить такими полосочками заливая в кондитерский мешок ну еще дальше там можно посыпать сахарной пудрой я взяла вот такую вот посудину и туда я наливаю кипяток чтобы сразу у меня два шоколада топились одновременно и времени у меня на это меньше уходило я сразу это делаю одновременно с двумя шоколадами теперь мы ждем пока они немножко начнут таять внизу и ложками будем мешать начинаем украшать я отрезала такую тоненькую пимпочку и налила сюда белого шоколада теперь мы поливаем темным шоколадом я взяла сито и немножко насыпала пудры теперь мы так чуть-чуть пудрой сделаем вот такой у нас получился рулет и все что не делается все к лучшему мы разрезали его на два рулета и получилось очень даже симпатично рулет мы отправляем в холодильник на всю ночь он будет пропитываться завтра я его попробую и скажу вам какой он на вкус друзья прошла ночь и сейчас мы будем его резать и пробовать и все и все и все и все и все очень вкусный такой прям нежный очень хорошо пропитавшийся бисквит с клубничными вот этими вот кусочками потому что в середине я положила именно ягоды вот и в общем очень вкусно и есть такой небольшой кислинкой кстати говоря потрясающе я считаю что рецепт удался спасибо данному каналу ссылка на этот канал под видео ну а мой совет такой небольшой это положить чуть поменьше сметаны грамм на 50-100 и вместо варенья использовать джем он меньше будет вытекать при скручивании и все равно его накладывать не так много не в больших количествах ну на этом все подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите ваши комментарии и всем пока а 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